Шлите их дальше. Не говорите-ка примерно, как я с ними. Красавец. Разводит меня дальше. А какую операцию, еще раз, не совсем понял? На оформление кредитного соотношения с удовольствием консенсуальной карты. Нет, я ничего такого кредитного не делал. Возможно, кто-нибудь из заверенных лиц мог отставить заявку с вашего контактного номера телефона. Нет, нет. А это Тинькофф банк, да? Да, это совершенно нет. Нет, нет. Никто не мог. Хорошо. В таком случае ваша заявка будет передана финансовому департаменту по факту мошенничества. Угу. Хорошо. Скажите, в нашем сфере не оформляли дебютовую либо кредит на процент? Дебютовую оформлял, да. Помогу. Подкрыты по дебютовой карты БМ. Вы какую последнюю операцию совершали? Расходно либо приходно? Расходно, наверное. Итак, друзья, мне звонят новые мошенники теперь из Тинькофф банка. Не только Сбер. Смотрите, Тинькофф, молодцы, растут. Теперь мошенники взялись за Тинькофф банк. Подскажите, сообщения или пуши издавления приходят вам регулярно? Смотрите, как он говорит безэмоционально, видите? Регулярно, да. Подскажите, после расходной операции вы за который баланс надо дали по вашей карте? Ориентировочные, точно с ума мне не нужно называть. Это мне нужно для того, чтобы вас... Да не помню даже, не знаю, может быть тысяча рублей, может быть десять тысяч рублей, не помню, сколько переводил. Я часто переводы делаю. У меня там есть денежка на карте. Специально я сказал ему, что денежка есть на карте, чтобы поехать. Можно указать, чтобы военную систему вас верифицировала приблизительно. Ну приблизительно, по-моему, тысяча восемь. Тысяча восемь я переводил, по-моему. Самая последняя операция. А так, тридцать тысяч переводил, там разные были. Вот, красавица, слышите, там шум. Я вас конкретно не спрашиваю, сколько вы переводили после данной операции. То есть, расход на операции, сколько вы дали? Да я вот не помню, это мне надо в приложение зайти. А у меня в режиме разговора и нет интернета, я даже в приложение зайти не могу. Вам там виднее, наверное, в системе видится. А я сейчас подъезжаю к городу Воронеж заодно. Видите, вот еду в поезде. Смотрите-ка, река Воронеж красивая. Смотри, сынок, река Воронеж, смотри. Пока этот мошенник разводит меня, я вот еду здесь в вагончике. Владимир, вот такие вот бывают, сынок, мошенники. И звонят по телефону, и пытаются у папы забрать деньги. Представляешь? Вот такие вот звонки. И электр получает. На кредит, но я ничего не оставлял. Да, у меня только дебетовые есть. И все. Сейчас, секундочку. У меня через 10 минут прибывает поезд, поэтому я немного, есть время с ним переговорить и показать вам, какие мошенники иногда и как ведут себя. Владимир, подойди, пожалуйста. Так, так, так. Вот отсюда у нас есть так, телефон второй. Подержи, пожалуйста. Вот так, подержи. Подержи. Меня снимай. В таком случае я сейчас буду... Алло. Да, я здесь, здесь, да. Угу. В таком случае я сейчас буду менять там на заявку. Он сейчас придет снимать информирование с Машей официальной обновлением. Подмен на операцию он придет... Меня снимай, меня снимай. Меня снимай. Угу, угу. Хорошо, давайте, да. Вы мне сейчас скиньте смс-ку для отмены, имеется в виду? Да, 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 совершенно верно. То есть код вы меня не называете, я вас сейчас буду переключать на старшую сайту, сайта нашего банка. Давайте, ладно. А мы будем нажать на линейные предприятия, через секунду. Ну давайте, хорошо. Угу. Итак, он понял. Он... Ну понял, понял. Хорошо, давайте. Хорошо. Итак, коллеги, рассказывай, что произошло. Мне позвонила типа автоматическая служба, которая сказала о том, что у меня как бы снимай... Была оформлена с моего номера... Телефон была оформлена кредитная карта. А у меня на устране фон был ранен, с вами вообще дверь. Да, с ним все. А, да, да. Сейчас все сотрудники. Папа, я вам все... О, сорвалось немного. Если он перезвонит, я вам расскажу. А пока суть состоит в том, что вам звонят мошенники, которые рассказывают, что на ваше имя взят какой-то кредит. А после этого начинают вас раскручивать, раскручивать, раскручивать. Возьмите, например, на вооружение и ведите себя хорошо. Шлите их дальше. Не говорите, как я с ними. Просто спросите, могу ли я перезвонить вам в Тинкоп-банк по 8 800. И все. И трубка, скорее всего, положится. Или какую-то ерунду скажет этот менеджер. Вот такая штука. Алло, алло, алло. Приветствую, финансовый отдел. Я за вас поняту, что я провожу. Ранее с вами отчетили, с какой причиной прервался разговор? Не знаю. Ну, я в дороге еду просто. Видите, как жестко он говорит, да? По какой причине прервался разговор? Да по такой причине, что... Ладно. Алло. Да, да, да. Мне нужно еще говорить или не нужно уже? Вы там уже все отменили? Алло. Алло. Я здесь, да, я вас слышу. Я вас слышу. По какой причине прервался разговор? Мы ранее с вами начались. Говорю, я не знаю, но я говорю, я в дороге еду, в поезде еду. Секундочку, подскажите, вы такими банками, как Альфа-банк, ВТБ-банк, Райфайденбанк, пользуетесь на данный момент? Пользуюсь, да. Красавец, разводит меня дальше. Ну... Это может быть возможно, конечно, компрометация ваших личных данных. Ну, Альфа-банком я пользуюсь. Я соврал, я пользуюсь ВТБ. Но мне интересно, что он скажет дальше. Интересно. В таком случае, разглядя на линии, я вас сейчас переведу на старшего сотрудника Альфа-банка для проверки компрометации ваших личных данных, а также по факту мошеннических действий. Угу. Ну, давайте. А нужно бы, не можешь там отменить все просто? Ой, ерунда! Согнит меня типа сотрудник Тинькофф-банка и переводит меня как бы на Альфа-банк. Разве это возможно? Сынок, молодец, снимаешь видео, умница. Вот у меня есть оператор. Держись, малыш, держись, мой умница. Молодец. Такие звонки со мной поступают неожиданно, поэтому нужно быть готовым. И ты, я смотрю, готов, да? Смитрий, нам целое отзывание Альфа-банк. Моимелев Захаров. Детям, это я, по касательной компрометации ваших данных от специалистов банка Тинькофф. Если продукция Альфа-банка вам не была, у всех его могут быть Альфа-банкомат или же передано третьим рецептам? Нет, у меня уже об этом спрашивали. Я ничего, никуда не передавал. Я прошу прощения, кто мог вас об этом спрашивать, если вас только перевели на Альфа-банк? А меня вот какой-то коллега мне звонил, как бы из Тинькофф-банка, и он меня спрашивал об этом. Сотрудники из Тинькофф-банка спрашивали, не были ли Альфа-банком у вас усерены? Нет, нет, нет. Он меня спрашивал про Тинькофф-банк, потому что мне автоответчик сообщил про Тинькофф-банк. Я так помню, только в Тинькофф-банке мне какой-то там кредит кто-то собрал собрать, что ли? Я не совсем понял. И меня вот перевели на вас, потому что спросили, есть ли у меня карта Альфа-банка. У меня карта Альфа-банка есть, я поэтому вот, видимо, на вас попал. Ну, или неправильно перевели. Ладно тогда. слышали да по-моему он ругнулся и по-моему он сказал очень грубое слово и мне кажется что слишком вежливо я с ними разговаривал с этими хулиганами и так он молодцы они все-таки по какое-то время продержались но какие они некрасивые мошенники как они хорошо работает а вот в общем берегите свои нервы и свои бюджеты всем пока всем добра буду размещать еще подобные ролики я нигде не размещаю заявок но мне просто иногда звонят и у меня камеры под рукой а представляете сколько среднестатистическим гражданину нашей страны звонят всякие вот такие вот люди перезванивайте в банке кладите трубку и перезванивайте банки и задавайте им вопрос по 8 800 и общем телефон всем добра друзья а